Здравствуйте, в эфире первого городского проекта «Место происшествия» в студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Один гнал, второй проморгал. У дома печати столкнулись Хонда и Ниссан, мотоциклисты госпитализировали. До угла под градусом. В Тужинском районе пьяный бесправник на пятерке уронил столб и уехал в больницу. Он просто не умел плавать. В Слободском районе в реке Вятки утонул 14-летний мальчик. Спустя 4 месяца упал. Следственное управление на транспорте организовало проверку по факту обрушения потолка на ЖД вокзале. Начнем выпуск, пожалуй, с самого обсуждаемого за последние сутки ДТП у дома печати. Там столкнулись Ниссан Экстрейл и мотоцикл Хонда. Водителя байка с тяжелыми травмами увезли в больницу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент столкновения. Детали в нашем первом материале. На кадрах видно, оба ехали на зеленый. Водитель Ниссан Экстрейл поворачивает налево. В этот момент на огромной скорости в него врезается мотоциклист. От удара водителя Хонды даже подбросило над байком. По предварительным данным, 52-летний мужчина-водитель автомобиля Ниссан Экстрейл при повороте налево совершил столкновение с мотоциклом Хонда. В результате происшествия 46-летний мужчина-водитель мотоцикла Хонда получил травмы. Насколько был сильный удар, можно судить по изогнутой двери кроссовера. На место ДТП первыми приехали сотрудники ДПС. Затем наряд патрульно-постовой службы, медики и сотрудники МЧС. Морально поддержать своего знакомого приехали и другие мотоциклисты. Кстати, незадолго до этой аварии на улице Профсоюзной произошло похожее ДТП. Volkswagen Passat поворачивал налево и в него врезался мотоциклист на Хонде. Последний с травмами обратился за помощью медиков. Сотрудники госавтоинспекции Кировской области напоминают о том, что приближаясь к перекрестку, водителям необходимо обращать внимание на дорожные знаки и сигналы светофора. В соцсетях мнения о виновнике ДТП разные. Одни считают, что мотоциклист превысил скорость, другие, что водитель Экстрейла не пропустил встречный байк. А кто-то думает, виноваты оба. Сейчас в обстоятельствах этой аварии разбираются следователи. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Евгений Окишев. Место происшествия. Что такое дать угла под градусом? Теперь наверняка знают 23-й водитель пятерки в Тужинском районе. Молодой человек, пьяный и бесправ, пытался войти в поворот боком. Последствия такой езды в рубрике «Обзор аварий». Авария произошла ночью 5 августа на трассе «Вятка» в Тужинском районе. По предварительным данным, 20-летний бесправник на «Жигулях» пятой модели не справился с управлением. Машина выехала за пределы дороги, что называется, обняла бетонную опору ЛЭП. От удара столб упал, машина в хлам, а водитель получил тяжелые травмы. Инспекторы проверили, лихач ездил под шофе. Теперь ему грозит арест от 10 до 15 суток. А теперь ДТП с участием трехколесного транспорта. По предварительным данным, в городе Малмыжа, возле АЗС, столкнулись мотоцикл «Иш» и «Нива». Травмировались двое – 69-летний мотоциклист и 72-летняя пассажирка, которая ехала в коляске. Женщину с тяжелыми травмами госпитализировали. В Кирове на улице Профсоюзной произошло еще одно ДТП с участием мотоцикла. По предварительным данным, 24-летний водитель «Фольксвагена» «Пассад» поворачивал налево, и в него врезался 26-летний водитель «Хонды». Байкеру вызвали бригаду скорой помощи. В ГИБДД уточнили – госпитализация ему не потребовалась. А на улице Труда у 42-го дома в ДТП попал 14-летний тинейджер. По предварительным данным, он наехал на «Ладу Гранта», упал и получил травмы. Ребенку, можно сказать, повезло. В его случае тоже обошлось без госпитализации. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. В Слободском районе, в реке Вятке, утонул 14-летний мальчик. По словам полицейских, подросток был в компании вместе со сверстниками, но, судя по всему, мальчики не знали, что их друг не умеет плавать. Детали этой трагедии в рубрике «Сводка». Трагедия произошла на окраине Слободского. Компания подростков без взрослых пошла купаться на речку. Вдруг один из мальчиков начал тонуть. Как выяснилось, он просто не умел плавать. Находящиеся рядом сверстники оказать необходимую помощь ему не смогли. Причинами гибели чаще всего является неумение или недостаточное умение детей плавать. Отсутствие должного контроля со стороны взрослых лиц. В настоящий момент ведутся поиски тела. Напомним, с начала сезона на водоемах погибли уже 10 подростков. Следственное управление на транспорте организовало проверку по факту обрушения потолка на ЖД вокзале. Поводом послужил сюжет, который вышел на Первом городском канале 4 августа. Напомним, во время грозы на железнодорожном вокзале обрушился потолок. Плитки вместе с металлическими конструкциями упали на самое проходное место. У входа к информационному табло. По словам очевидцев, одну девушку во время обрушения зацепила, но травмы оказались несерьезными. Это видео было снято 1 апреля этого года, в День дурака. Тогда пассажирам поездов было не до смеха, когда они увидели, что вот-вот рухнет потолок, а руководство вокзала бездействует. Спустя 4 месяца, 3 августа, потолок обрушился. Следователи сейчас изучают информацию, изложенную в сюжете, а также они выехали на место происшествия. Полиция и волонтеры разыскивают 45-летнего жителя Кирова Александра Топаева. Он пропал 22 июля. Возможно, мужчина потерял память. Если вы знаете, где находится Топаев, звоните по телефону. 8 800 754 52 или 112. На улице Кольцова очевидцы поймали хулигана, который разбил чужую машину. По словам владельца автомобиля, в 2 часа ночи мужчина с признаками наркоопьянения выдрал у магазина металлическую урну и бросил ее в лобовое стекло иномарки Ford. Скрыться с места ему не удалось. Сейчас хулигану придется ответить за причиненный вред. Михаил Вагин. Место происшествия. Сделаем небольшую паузу и вот что будет дальше. Мы начали знакомиться. Потом вот подлетел тот. Получается, и началось наше общение с матом нагнять на меня. Погиб от одного удара в челюсть. И в челюсть он так. Так, все понятно. Дальше что произошло? Он упал. Отдых на озере Шайтан в Уржумском районе закончилось для 25-летнего молодого человека смертью. ДТП у Маломы. О! Стоило ожидать. На трассе Вятка у микроавтобуса на ходу отпало заднее колесо. Это проект Место происшествия. Мы продолжаем. Отдых на озере Шайтан в Уржумском районе закончился для 25-летнего молодого человека смертью. Он не утонул или заблудился в лесу. Он погиб от одного удара в челюсть. Инцидент произошел в конце июля. 19-летний обвиняемый пояснил, что между ним и потерпевшим произошел конфликт, решать который пришлось с помощью силы. Детали молодой человек рассказал на следственном эксперименте. В день преступления у озера Шайтан отдыхали две компании. Потом, по словам обвиняемого, они решили подружиться. Но против знакомства был 25-летний молодой человек. Мы начали знакомиться. Потом вот подлетел тот. Получается, и началось наше общение с матом нагонять на меня. Девушки успокаивали разграниченного парня. Возможно, он не хотел, чтобы дамы из его компании общались с обвиняемым. Но ревнивец не унимался. Тогда молодые люди отошли поговорить один на один, но разговор не получился. Потом мы с ним отошли. Я ему сказал, успокойся. Он сказал, нет. Потом вот, получил челюсть. И челюсть, он так. Так, все понятно. Дальше что произошло? Он упал. Один удар, нокаут и потом смерть. Такой развязки конфликта никто из отдыхающих не ожидал. После этого им было уже не до веселья. На место выехали полицейские и следственный комитет. В настоящее время в рамках расследования данного уголовного дела следователи продолжают проводить комплекс следственных действий направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается. Сейчас возбуждено уголовное дело. 19-летний обвиняемый дал признательные показания. Парень и сам не ожидал, что одним ударом убьет своего оппонента. За смертью 25-летнего потерпевшего ему грозит до 15 лет лишения свободы. Михаил Вагин. Место происшествия. На Октябрьском проспекте водитель 99-й уценил Ниссан. Виновник ДТП не разобрался в знаках приоритета, когда ехал по улице Свердлова. О том, когда главная дорога поворачивает налево, в рубрике «Видеорегистратор» сегодня в ней заметное видео уходящей недели. На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Свердлова водитель 99-й был уверен, что едет по главной дороге и не тормозил. Что, больно или что? Ё-моё. Что, сейчас при мне, пожалуйста. А что, блин, дурально, что на девятке, на 99-й, ты прикурой. После столкновения водитель Ниссана показал нарушителю, кто был в этой ситуации прав. Иномарка двигалась по Октябрьскому проспекту, а это главная дорога. Похожая ситуация произошла в Кирово-Чапецком районе у станции Просница. Водитель Форда не уступил дорогу и едва не спровоцировал ДТП. Чего ты, б***ь? На трассе Вятки в районе реки Маломы у микроавтобуса на ходу отпало заднее колесо. О, стоило ожидать. Ну, да. В микрорайоне Солнечный берег у мужчины-водителя возникли проблемы с выездом с парковочного места. Первое движение и ДТП притер припаркованную синюю десятку. Впрочем, мужчина посчитал, что ничего серьезного не произошло. Он рулил как мог, а когда не смог рулить, решил подтолкнуть свой Кашкай. В итоге горе-водитель скрылся с места ДТП. Сейчас его разыскивают. На улице Красный Химик водяец регистратора стал очевидцем задержания виновника ДТП на 14-й. До этой аварии Ильихач протаранил Тигуан, и именно водитель этого кроссовера пытался задержать нарушителя. В итоге 14-я столкнулась с Фольксвагеном, а потом с белым Фордом и скрылась. Сейчас злоумышленник в розыске. На новом мосту водитель кроссовера не заметил попутный Лексус, и едва не произошло серьезное ДТП. На улице Лепси опасный разворот совершил водитель Ниссана. Он как будто не видел встречный автомобиль с камерой. После этого маневра владелец регистратора провел с шофером Кашкая профилактическую беседу. Ты что творишь, ты ебаный? Ты ебаный или что? Ты ебаный делаешь-то? Как? Как ебаный? Вместо прошествия себя убедишь, ебаный? Ха-ха, на городке, ебаный. На улице Комсомольской после обильного дождя в луже застряли несколько иномарок. Ебаный. Михаил Вагин, место происшествия. Как с нами связаться? Все очень просто. Наша почта mpkirovsobakainbox.ru Если вы сняли интересное видео, присылайте его нам. Возможно, именно ваши кадры помогут добиться справедливости. С вами был Михаил Вагин. Это был проект Место происшествия. До свидания.